Украинцы, я очень рада, что через мои видео вы узнаете русских. Так вот, возвращаясь к тому дедушке в Киеве, а я уверена, что он не один, который мне недавно прислала моя подписчица, тоже свой подъезд, и тоже там картины висят. Ну, может быть, где-то в России висят в подъезде тюли, не которые там высмаркивали, ну, как вот тюль для высмаркивания носа, прожигания сигаретами, я не знаю, красивая тюль, как в доме. Может быть, ребята, в Воронеже, там, не знаю, москвичи, ухта, с Эфтеркад, пришлите мне ваши подъезды с тюлями чистыми, ради бога, покажите мне вот эти вот ваши подъезды. Я, может быть, даже не удивлюсь, может быть, где-то 7% на всей России есть такие тюли. Но я могу говорить одно о том, что вот эти дедушки, которые делают из подъездов музейные залы, вот он своими руками делает, ну, считай, выставки, то есть люди, наверное, со всего города могут прийти и порадоваться, какие у него там графини по лестничной, как бы, по ступенькам висят, да? Так у нас же, в Воронеже, ну, я понимаю, Воронеж, это объединяя, это вообще-то Россия. Воронеж, это и есть Россия. Ты даже сказать, это не самый позорный, так сказать, город. Но, тем не менее, люди бы приходили бы просто чисто снять эту картину со стены, просто снять. А что, а что нависеть в подъезде? Пусть она дома ко мне, домой придет. Либо, не знаю, ножиком потыкать, понимаете, ножиком. Глазки выколоть какой-нибудь графине можно, ну, можно, не знаю, поржать, написать там, блядь, графиня там Сомова, блядь. Вот, у них же все бляди, все, что с женским полом связано, это бляди. Вот, и, то есть, эти люди бы, ну, сделав ремонт такой красивый своими руками, они бы, наверное, умерли от разрыва сердца на следующий день, когда вот он просыпается, выходит в подъезд, а там все это изуродовано.